У вас одна удочка, я смотрю, это счастливая какая-то? Ну, как бы да. Уже ни одни соревнования приносила мне победу. Очень-очень понравилась эта удочка, как бы ей ловлю любимая. Не подвела любимая удочка рыбака с 30-летним стажем Илью Степанова и на соревнованиях по рыбной ловле в Кемеровской области. Он стал лидером турнира и по закону жанра должен был получить первый разряд. Но Краевой Минспорт отказал. Дело в том, что с прошлого года, согласно новому положению единой всероссийской спортивной классификации, спортсмены из одного региона могут участвовать в соревнованиях других регионов, не претендуя ни на какие регалии и звания. Людям неприятно, они не понимают, почему это происходит, из-за какой причины. Почему мы не можем приехать в другой регион и участвовать точно так же на равных с ними, делиться опытом своим, они чтобы делились с нами опытом. Мы же спортсмены, мы должны стремиться к чему-то. А для нас это кубки медалей и удовольствие от спорта. А сейчас это отнимают? Это сейчас, да, отнимают. Илья рассчитывал на разряд, для него это шанс попасть на всероссийские соревнования. Конечно, он может пойти на Краевой чемпионат и победить там. Но, по словам молодого человека, это сложно, конкуренция слишком высокая. Да и проводятся чемпионаты Края всего лишь раз в год. При таком раскладе, рассказывает представитель Федерации рыболовного спорта, подтвердить свои разряды могут далеко не все. И я уже даже, ну, прикидывал, что спортсмены, ну, какие-то уже, к которым подходит срок, они в следующем году потеряют свой разряд. То есть, ну, да, количество сократится, кто будет иметь разряд. Даже за прошлый год 19 спортсменов потеряли свой разряд. И это лишь то, что касается рыбалки. Проблема глубже, аналогичная картина и в других видах спорта. Кикбоксинги, фигурном катании и плавании. Причем ситуация дошла до того, что спортсмены не просто не могут выступать в других регионах. Они даже не могут, будучи, к примеру, жителями Славгорода, участвовать в чемпионате Барнаула. Абсурдно бороться за места на пьедестале жители Славгорода отныне должны только в Славгороде. В Краевом Минспорте нам пояснили, что такова федеральная инициатива, которая призвана навести порядок в спорте. Условия выполнения званий и разрядов ужесточились. То есть нам нужна, скажем так, здоровая нация и нам нужны конкурентоспособные спортсмены. Соответственно, раньше, если можно было, там какие-то поблажки были, какие-то, скажем так, правила размытые были участия в соревнованиях, то сейчас более четко ставится задача. Чиновники говорят, если бы соревнования по рыбалке в Кемеровской области не носили статус региональных, а имели официальный межрегиональный статус и были включены в единый календарный план Минспорта России, то тогда Илья Степанов и многие другие спортсмены из других регионов получили бы свой заветный разряд. Если в калиционных требованиях будет такой вид соревнований, ну, статус, официальное соревнование межрегионального характера, то это уже позволит нам в дальнейшем внести изменения в законодательство по формированию ЕКП. Но пока чиновники рассуждают, как решить проблему, статистика показывает, что с каждым годом все больше спортсменов лишаются разрядов, а многие земляки остаются без возможности ворваться в большой мир спорта. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. День с толком. Продолжение следует...